Развитие северного морского пути, снижение цен на рыбу для жителей европейской части страны, перспективы развития водных коммуникаций. Эти и другие вопросы обсуждались на конференции «Морской и речной транспорт. Системный элемент магистральной инфраструктуры», которая состоялась в столице. В Москве продолжается транспортная неделя. Мероприятие проводится ежегодно и собирает на своих площадках сотни специалистов. Одним из самых значимых событий форума для нашего региона — отраслевая конференция, посвященная морскому и речному транспорту. Среди главных вопросов площадки — возрождение отечественного флота, который не будет зависеть от иностранных партнёров, ситуации глобальной политики и прочих отвлекающих факторов. Россия должна воссоздать свой сильный флот. И грузовая база для этого теперь имеется, и уникальные знания имеются. И в Арктике флот — это не флот, это инфраструктура. Большая часть этих судов работает в рамках 15-летних, 20-летних фиксированных контрактов, и фактически это инфраструктура. И эта инфраструктура должна быть в российской юрисдикции. Также на конференции обсуждалась незаменимость морского транспорта в реалиях нашей страны. Труднодоступность некоторых территорий также доказывает необходимость поддержания и развития судоходства. Он отличается высоким уровнем экономичности, экологичности, энергоэффективности и безопасности. Без морского и речного транспорта невозможно осуществление и северного завоза. Для других отдаленных территорий, для которых единственным способом доставки грузов является река. Также невозможно развитие арктических проектов, где других видов транспорта пока не существует. Развитие водного транспорта в арктическом регионе правительство страны также уделяет огромное внимание. Тема повышения выгоды от перевозок по Севморпути за счет увеличения скорости движения судов стала одной из самых дискуссионных. Хочу обратить внимание, что в Арктике с мощностью меньше 40 мегаватт сегодня уже делать нечего. Это должен быть мощный ледокол, способный, еще раз говорю, обеспечить такие скоростные режимы. Вячеслав Рукша также поделился планами о доставке рыбы с Дальнего Востока. При этом он пояснил, что при низком уровне покупательской способности в России продукт может уйти за рубеж, вследствие чего проект не состоится. Тарифы, устанавливаемые во время навигации, тоже не остались в стороне. В режиме летней-осенней навигации, на мой взгляд, хорошо бы сохранить по-прежнему тарификацию со стороны государства, как ни странно. Потому что здесь крайне важно, чтобы можно было с любым заказчиком спокойно говорить, да, данный тариф рассмотрен государством, он объективен. И, как бы сказать, нравится вам, не нравится, вы уже считаете свою экономику. Первый рейс с рыбой по Северному морскому пути планируют отправить в летний-осенний сезон следующего года. 450 рев контейнеров загрузят на недавно введенный в строй атомный лихторовоз «Севморпуть». Специально для этих целей судно будет модернизировано.